приветствую тебя коллега на очередном уроке в нашем тренинг-центре это однозначно один из самых важных один из самых нужных особенно для сетевого бизнеса урока в этом уроке мы поговорим о том как продвигать презентации через личные приглашения в социальных сетях важность эффективность навыка личных приглашений в социальных сетях трудно переоценить на страничке этого урока вы найдете еще два видеоролика которые подчеркивают почему вам необходимо в первую очередь научиться общаться в социальных сетях и чем быстрее вы научить общаться в социальных сетях тем быстрее вы будете получать от этих ресурсов практическую подчеркивать практическую пользу млм бизнес это бизнес личных отношений и социальные сети созданы именно для того чтобы люди могли в них общаться сейчас социальные сети поддерживают общение на уровне текстовой переписки большинство поддерживают возможность голосовых сообщений очень многие социальные сети сейчас поддерживают видео чаты социальные сети делают все возможное чтобы общение в них было близко к естественному facebook проводит объединение личных сообщений которые правляется в инстаграм фейсбуке скорее всего не подключит еще и ватсап в единый источник в один мессенджер все делается для того чтобы людям было удобнее комфортнее общаться в социальных сетях человек который имеет навыки практического живого общения он уже имеет все необходимое для того чтобы эффективно общаться в социальных сетях потому что принципиальной разницы нет никакой и чем быстрее вы это поймете тем вам будет проще начать эффективно общаться в социальных сетях все что нужно людям имеющим навык человеческого общения для эффективной работы в личных переписках социальных сетях это изучить вот те несложные технические моменты которые я вам сегодня покажу в этом ролике вы люди с опытом вы находитесь в лучшей позиции по сравнению с людьми которые общаются только в интернет вот людям имеющим только навык интернет общения выйти в реальную жизнь общаться в реальной жизни для многих это сложно а мы можем общаться и там и тут как же начать привлекать людей на презентации продукта в личных сообщений президент в третьем уроке своем который называется навык если не ошибаюсь на 20 или на 22 минуте дал алгоритм общения то есть по каким этапам должно двигаться ваше общение что вы должны человеку говорить начале на этапе номер два рассказывает об активирующих вопросах коллега пожалуйста этот урок и урок номер четыре обработка негативных возражений пересматривайте регулярно я не буду об этом рассказывать пересмотрите уроки президента для того чтобы вы тратили меньше времени при общении в социальных сетях имея уже четкий план который дал президент вы можете составить то что называется шаблоном или скриптом разговора что из себя представляет скрипт разговора вы в текстовом редакторе в самом простом я это сделал в блокноте вы можете это делать в орде вы можете записать шаблоны для своих отправляемых сообщений вы их будете просто копировать и отправлять тем самым экономить свое время общение в личной переписке будет занимать достаточно много времени это нужно четко понимать у шаблонов есть свои плюсы есть свои минусы плюс скрипта особенно на первом этапе это скрипт не дает сбиться от намеченной цели то есть не дает уйти вам в какие-то дебри и просто свести ваше общение к пустой трате времени но если вы сведете свое общение просто к отправке уже каких-то готовых ранее записанных сообщений это не будет человеческим общением я вам рекомендую ограничиться шаблоном для первого приветственного сообщения который устанавливает контакт завязывает и налаживает контакты так как всегда вам придется с чего-то начинать а начинать лучше всегда именно с текстового сообщения потому что не всем людям в социальных сетях удобно общаться голосом если лично вам удобно именно голосовое общение вы можете после ответа вашего собеседника поинтересоваться удобно ли ему перейти на голосовые сообщения и продолжить именно отправлять сообщения не набирая их на компьютере а на диктовую голосу конечно это более правильный более эффективный способ общения в социальной сети вы сразу показываете себя и налаживаете именно человеческое общение я сейчас запишу шаблон до первого сообщения начну его запятой потому что вначале я буду печатать имя собеседника напишу привет объясню почему я ему пишу и так я написал первое приветственное сообщение кому-то она покажется абсолютно некорректным потому что я использую тут к вид коллега пожалуйста четко пойми что то сообщение который ты сейчас видишь у себя на экране не надо один в один повторять и отправлять всем подряд во первых вариантов первого сообщения нужно сделать хотя бы два-три и управляя их определить наиболее лучшие то есть на тот вариант на который люди чаще всего отвечают конечно по варианту приветственного сообщения нужно проконсультировать со своим спонсором напишите в наши чаты советуйтесь людьми которые также как и вы приглашают людей в социальных сетях что они пишут чего они начинают разговор почему я написал именно вот такое сообщение я объясню если ваша задача не просто поболтать а прийти конкретной цели в нашем случае это пригласить человека на наше мероприятие то первое сообщение должно привлечь внимание спровоцировать человека на общение с вами если вы давите на более собеседника то практически всегда вы привлекаете его внимание и практически всегда человек начинает вам что-то отвечать конечно вот ситуация с к видом который сейчас сложилось во всем мире это то о чем люди готовы говорить и это то от чего проще перейти к предложению посетить презентацию посвященную сохранению здоровья укрепления иммунитета первое приветственное сообщение я написал далее однозначно будут несколько сообщений которые крайне сложно внести скрип потому что здесь все зависит от того что ответил вам человек и попытка вот все эти варианты заскриптовать это просто но реально трата времени еще одно сообщение которое вы можете также сразу записать это ваш активирующий вопрос потому без этого вопроса нельзя переходить к отправке ссылки опять же начну с имени человека ну конечно желательно писать без ошибок потому что безграмотность она характеризует вас не совсем хорошей стороны поэтому лично для меня всегда удобнее это наговариваю делаю все возможное чтобы перейти именно голосовом общении это активирующий вопрос опять же вы можете и должны написать несколько вариантов этого активирующего вопроса и вариант если человек сказал да я хочу вариант сообщения в котором вы отправляете вашу ссылку опять же начну с имени вот моя ссылка а а и заключительное сообщение в первом этапе переписки вот моя ссылка призыв пожалуйста перейди сейчас наш наша задача чтобы человек перешел именно сейчас и просьба сохранить сайт заклад принципе на этом можно и закончить разговор но если вы на человека потратили время вам например стал очень комфортно с этим человеком общаться вы понимаете что это ваш человек заканчиваете на этом разговор но не совсем верно поэтому лучше всего написать что вы готовы ответить на вопросы по теме вебинара и спросить когда вы сможете человеку написать если ваш собеседник ответит вы можете перейти на следующий этап переписки и перейти к варианту о котором я расскажу в следующем видео если вам попадается очень адекватный человек который не просто тратит ваше время водя вас за нос а правда интересуется вопросом который вы с ним обсуждает накидан такой шаблончик еще раз повторюсь вам необходимо написать несколько вариантов приветственного сообщения какое количество сообщений будет у вас именно на этапе завязывания отношений здесь все абсолютно по-разному конечно их может быть несколько если вы с человеком именно общая но пожалуйста помните что ваша цель в первую очередь информирование если вы не готовы отвечать на какие-то вопросы по теме вебинара новичок чаще всего не готов это дело пожалуйста не затягивайте вот эту вот часть проинформируйте человека о возможности больше узнать о здоровье том как его сохранить и что это можно сделать на наших вебинарах просто абсолютно бесплатно без всякой регистрации перейдя на наш сайт и посмотреть этот вебинар конечно и вопрос некоторые задают практически сразу показываю пример переписки игорь здравствуйте вам интересен заработок в интернет да вот то есть можно конечно работать и по такой схеме но это все таки то что уже реально всем надоело поэтому наша основная задача это именно научиться общаться с людьми но всегда помнить что мы не за пустое какое-то общение общение с конкретной целью это проинформировать и пригласить человека на вебинар если вам будут задавать какие-то вопросы одни это однозначно будет на которые вы не сможете ответить я бы вам рекомендовал честно говорить что лучше прийти на вебинар и задать эти вопросы спикера то есть вы не хотите человека вводить заблуждение примерный план разговора написан я даже записал заготовочки которые нам потребуются для работы теперь как это все технически организуется в плане переписки с людьми социальных сетях кому вы можете писать конечно мы пишем друзья и с кого лучше начать конечно с людей с которыми вы задружили недавно то есть любая социальная сеть когда вы в нее входите имеет колокольчик с оповещением нажав на этот колокольчик вы можете увидеть что происходит на вашей страничке и вы видите что у вас пришли запросов добавления в друзья вот вы естественно можете этого человека принять открыть правой кнопочкой мышки его страничку и начать этому человеку писать сообщение с этим человеком вы еще никогда не общались поэтому можно смело отправлять ему первое приветственное сообщение я сейчас возьму это и сделаю выделю скопирую зовут его геннадий написал правильно конечно имя этого человека через правую кнопочку либо через комбинацию вставил уже подготовленный шаблон коллега ты должен четко понимать что сейчас социальные сети умные они понимают печатаешь ли это сообщение либо его вот так вот как машина копируешь по возможности набирайте слова или даже несколько слов руками вы можете набрать геннадий привет или там здорово этим самым вы будете во первых изменять сообщение и показывать социальной сети что вы именно человек вот я написал сообщение и нажал отправить сообщение своему новому другу прошелся дальше по оповещениям и отправил всем людям которые добавились ко мне в друзья сами сделал с ними то же самое конечно если вы пользуетесь какими-то программами автоматизациями ссылки на которые я вам давал либо используйте какой-то сервис всегда есть возможность сделать то что называется авто приветствование то есть когда люди добавляются к вам друзья либо подтверждают запрос на друзья вот такое первое сообщение отправляется им автоматически и если человек ответил на это сообщение вы продолжаете с ним общаться конечно вот такое авто приветствие которое поддерживается но сейчас практически любым софтом для социальных сетей очень экономит время и ваша задача когда вы заходите на страничку социальной сети просто проконтролировать а если у вас не отвеченные сообщения вот сейчас у меня 9 не отвеченных сообщений но это сообщение которые пишут боты это не люди это чат боты на рассылку которых я подписался всем людям я всегда отвечаю и вот такой стиль работы отвечать на то что вам пишут люди обязательно возьмите себе как приоритетное действие то есть не отвеченное сообщение это неуважение к людям с которыми вы общаетесь социальность это аналог того что с вами поздоровались вы прошли мимо человека кому еще мы можем отправлять эти сообщения конечно вашим друзьям то есть людям которые находятся у вас в друзьях но начинать лучше не просто с друзей с людей которые сейчас находятся в онлайн из любая социальная сеть позволяет вам отсортировать людей которые сейчас находятся онлайн вот как это делается в контакте фейсбуке это еще проще делается с люди которые находятся сейчас онлайн показываются на главной страничке они отмечаются такими зелененькими и лучше писать именно этим людям при переписке с людьми которые уже находятся у вас друзьях прежде чем писать человеку проверьте приглашали вы этого человека на вебинар раньше я открываю список людей которые сейчас онлайн открываю страничку человека в отдельной вкладочки через правую кнопку мышки нажимаю на написать сообщение нажимаю на перейти к диалогу с николаем для того чтобы увидеть да я вижу что я с ним переписывался но я его не приглашал на наше мероприятие я печатаю николай вставляю текст приветственного сообщения первого и отправляю давайте то же самое сделаем фейсбуке открою юрия я вижу что я ничего ему не писал видите переписка нулевая пишу юрий вставляю отправлять вот еще один юрий но это бот причем англоговорящий писать этому человеку бессмысленно этого человека я вчера заблокировал за некорректное поведение вот перейду к юрию и отправляю сообщение вы можете отправить на первом этапе когда вы еще набиваете навык общения но до 10 сообщений в каждой социальной сети если вы работаете в нескольких социальных сетях то я вам рекомендую отправить одно сообщение фейсбуке переключиться на контакт там отправить сообщение для чего это делается потому что если у вас есть шаблон сообщения и вы его копируете вставляете просто напечатав имя человека то вы довольно быстро отправляете почти одинаковые сообщения и социальные сети это видят и это тоже может привести к варианту которая называется блокировка или заморозка аккаунта поэтому пожалуйста не пишите одинаковых сообщений делайте пожалуйста пауза они у вас будут появляться естественными когда вы начнете именно с людьми общаться с на ответы будет тратиться время и не отправляйте даже друзьям сообщений много то есть лимиты есть это не больше 50 сообщений друзьям день но поверьте отправив 10 сообщения в контакте 10 сообщений в фейсбуке 10 сообщений в одноклассниках это вам работы на час однозначно если люди начнут вам отвечать а люди начнут отвечать вот смотрите сейчас в 6 часов утра я записываю это видео вот николай мне уже ответил он мне что-то написал и я могу переходить к следующим своим вопросам то есть двигаться по своему шаблону но вначале возможно это будет единственным возможным вариантом для новичков но если вы имеете навык человеческого общения начинайте просто с людьми общаться просто общайтесь с людьми как вы это делаете в реальной жизни итак давайте подведем небольшой итог этого урока навык человеческого общения в социальных сетях это самое важное что вам необходимо получить на личные сообщения люди большинстве своем отвечают у вас есть возможность потренироваться в этих а личных сообщений потому что интернет это поле непаханное людей много однозначно кому-то вы не понравитесь к этому можно и нужно спокойно абсолютно относиться не отправляйте абсолютно одинаковые сообщения не отправляйте много сообщений и часто сделайте естественные паузы они у вас и так будут получаться и пожалуйста придерживайтесь схема разговора который рекомендовал нам президент это нормальное человеческое общение если вы будете придерживаться этой схемы вас никогда не забанят потому что еще раз повторюсь мы сейчас не говорим ни о каких продажах мы не говорим ни о каком навязывании наша задача узнать о боли человека проинформировать и предложить решение в виде нашего бесплатного вебинара на тему здоровья пожалуйста посмотрите еще два видео связанные с личными приглашениями и поймите почему это очень важный навык